ВИЛЛА КАРДИНАЛИ ТИВОЛИ Тиволи. ВИЛЛА ДЕСТЕ ЗАЛ ГЕРАКЛА. СЕНТЯБРЬ 1572 ГОД Зачастую конец является началом. Кардиналу Ипполита II Десте предстоит еще многое сделать в зале, который он хотел посвятить славе родоначальника своей семьи. Этот человек до последних дней, посвятивший свою жизнь величию, чистолюбию и славе своей семьи, должен приложить еще немало усилий. На закате своей жизни, посвященной этому великолепию, ему нужны силы, чтобы принять самого важного из возможных гостей – папу. Григорий XIII сидит на троне Петра, а он уже несколько лет является старшим кардиналом и не оставляет надежды стать папой. Он полностью посвящает себя вилле, о которой уже судачит пол Европы. Кардинал Ипполита приготовил для папы сюрприз – удивительный фонтан, способный показать каждому, умеющему читать, символы и тайные знаки. Все остальные уголки виллы также удивительны, ведь сын Лукреции Борджия годами вкладывал в них безумные средства. Сюрпризом для папы Григория будет фонтан драконов. Выходец из Болонии, тот носил фамилию Бонкомпании, а что изображено на их фамильном гербе – конечно, драконы. Но, согласно мифологии, кто победил дракона? Легендарный Геракл. Геракл – полубог, от которого якобы произошли Десты. Можно сказать, что между древним знатным родом Эстой и гораздо более простым Бонкомпанией целая пропасть. Хотя Эсты никогда не стать папой, несмотря на все старания Ипполита. Интересно, способен ли папа понять все эти языческие и мифические призывы и знаки, посылаемые кардиналам, который на первый взгляд не озабочен новым веянием, контрреформацией и обращением к строгому католицизму, которое Григорий XIII намерен воплотить в жизнь. На вилле Десты ничего не напоминает о 15 веках христианства. Даже на своде зала, в котором кардинал Ипполита проводит свой последний прием, находится почти фотографическое изображение языческих богов, названное «Пир богов». Из зала Геракла кардинал Ипполита выходит в соседний зал, предназначенный для приема в честь папы, и где нередко слышалось эхо голосов известных почетных гостей. Музыкантов, ученых, художников. При его дворе блистали Бенвенуто Челлини, Джованни, Пьер Луиджи да Паллистрино, но прежде всего уникальная личность и настоящая звезда Виллы Тиволи, неаполитанский эклектичный архитектор Пиро Легорио. Что же общего между кардиналом Ипполита и Пиро Легорио? Каким проектом они занимались? Как им удалось договориться? Зачем тратить столько времени и денег на виллу вдали от Рима? Какие амбиции были у кардинала? Удалось ли ему притворить их в жизнь? Иначе говоря, кем на самом деле был Ипполита II Дэсте? И что он хотел оставить после себя? В ожидании папы Ипполита II еще раз проверяет фонтан драконов. Он болен и устал. Он осознает, что дни его сочтены, и размышляет о 63-х годах своей жизни. Богатый, блестящий, полный надежд и мечтаний. Феррара. 25 августа 1509 года. В конце августа 1509 года, после семи лет брака, Лукреция Борджия рожает своему мужу Альфонсо I Мудесте, герцогу Феррары, третьего ребенка. Их первый сын Александра умер в младенчестве. Наследником династии становится маленький Эркали II, родившийся в 1508 году. А еще через год третий мальчик – Ипполита. Имя, данное ребенку родителями, точно определило его судьбу. Если Эркали, названный в честь деда, станет впоследствии герцогом Феррары, то Ипполита дали имя его дяде-кардинала. Очевидно, чтобы тот следовал по его стопам. Ипполита многое возьмет от дяди. Чистолюбие, страсть к роскоши и приемам, интерес к политике и отсутствие набожности. С другой стороны, молодой Ипполита не жесток, как кардинал, который, между прочим, приказал ослепить своего сводного брата, Дона Джулио. А затем на десятилетия посадил его в тюрьму в замке Феррары вместе с другим братом Ферранте. Феррара, как и другие итальянские и европейские дворы эпохи Возрождения, переживает противоречия своего времени. С одной стороны, это культ красоты в искусстве, страсть к археологическим находкам, внимание к культуре и литературе, поиск совершенства во всем – в пище, одежде, убранстве и общении. С другой стороны, тяга к заговорам, карьеризм, решимость подавить всякое инакомыслие, политическая аморальность и жадность. У многих молодых эсты земли Феррары в буквальном смысле в крови. Предок Ипполита и его братьев, герцог Эркали I, один из известнейших итальянцев 15 века. Но самый главный – дед по материнской линии, наиболее обсуждаемый и самый беспристрастный папа Александра VI – папа Борджия. Среди родственников, кроме ужасного кардинала Ипполита, сестра Альфонса I – Изабелла Гонзага, герцогиня Мантуи, возможно, самая волевая и изысканная женщина европейского Ренессанса. С материнской стороны, самый известный дядя – Цезарь Борджия, грозный герцог Валентина, в начале века державший в страхе всю Италию. Ну и, конечно же, мать. Прибыв в Феррару, это, на первый взгляд, легкомысленная девушка раскрыла свою истинную натуру, став любящей женой и матерью, властной герцогиней и преданной католичкой. Но хотя Лукреция Борджия и стала сама собой вдали от Рима и семьи, ее детям не хватило времени, чтобы этим насладиться. Лукреция умирает в июне 1519 года, родив седьмого ребенка от мужа Альфонса. В то время ее сыновьям было одному десять, другому одиннадцать лет. Богатая и блистательная Феррара, как и многие итальянские дворы, имеет одну проблему. Она недостаточно сильна в военном отношении, что не позволяет ей быть политически независимой. В эпоху Возрождения нужно было выбирать между империей и Францией. Исторически Феррари была близка Франция во главе с Франциском I. Связь с этим королевством всегда будет сильна для Ипполита, начавшего карьеру дипломата после смерти матери. Ипполита II Деэста, в отличие от своих родственников, таких как, например, тезка дядя Ипполита I или отец, был задумчивым и меланхоличным интровертом. Так его описывают. А в действительности же, изучив документы и источники, мы узнаем, что в юности Ипполита, как и другие молодые князья, имел хобби, увлекался охотой и турнирами. Он обожал карточные игры и теннис на траве. Большой теннис, говоря современным языком. В 1519 году, в возрасте 10 лет, Ипполита прошел обряд конфирмаций и стал получать незначительные задания от церкви. Этого будет достаточно для того, чтобы папа Медичи, Леон X, назначил его епископом. Мальчик не дрогнул, когда его дядя кардинал Ипполита присвоил ему титул архиепископом Миланского. Казалось бы, карьера развивается стремительно и успешно, и мальчику, выходцу из большой итальянской семьи очень повезло. Но через несколько месяцев дядя умирает, и между Ипполита и шапкой кардинала сразу возникает множество препятствий. И этим препятствиям нет числа. Исторически и официально эсты являются вассалами папы, но они любят щеголять своей независимостью, что раздражает Рим, так как папа в натянутых отношениях с Францией, раздражает и то, что в Феррари чересчур терпимы к протестантам. Папа Климент VII ссорится с домом Эсте, что никак не может помочь карьере молодого Ипполита. Кроме того, появление в Феррари французской принцессы Ренаты, невесты будущего герцога Эркали II, еще больше усложняет положение из-за ее нескрываемых симпатий к идеям Мартина Лютера. Поэтому нужно ждать прихода нового папы, чтобы семья Эсте могла надеяться на титул кардинала в Риме. В ожидании, пока политическая ситуация повернется лучшей стороной, Ипполита отправляется во Францию. Это первая из его многочисленных поездок в эту страну, которая сыграла большую роль в его жизни. С начала своего пребывания при дворе Франциска I в Фонтенбло, одном из самых прекрасных дворов Европы того времени, в архитектурных затеях Ипполита прослеживаются его огромные амбиции. С детства окруженные людьми искусство высшего уровня, начиная с Приматича, Себастьяна Серлио и заканчивая Бенвенута Челлини, он придает понятию красоты более современную и изысканную форму. В 1534 году, после смерти Климента VII, папой был избран пожилой Павел III Форнезе. Потребовалось четыре года давления и переговоров, чтобы убедить старого понтифика назначить кардиналом сына Лукреции Борджия. Выбор в пользу Ипполита помогли сделать и пособничество короля Франции, и обещание его брата, герцога Феррары, сказочной по тем временам суммы – 20 тысяч дукатов. Назначению также поспособствовало решение герцога Альфонса II вернуть церкви земли, за которые ранее боролись Эсте. Заключенный с Римом мир позволил сеньорам из Феррары наладить еще более тесную связь с Францией. Кардинал Ипполита II недолго остается в Риме и вскоре вновь уезжает во Францию, где ему благоволят. Любимчик и фаворит короля Франциска I, Ипполита становится одним из самых влиятельных итальянцев во Франции. Он блистателен, богат, а его приемы незабываемы. Человек политически опытный и очень амбициозный. Он утвердился на международной политической арене. Но для большего самоутверждения и ощущения своей значимости и величия, для осознания собственной роли, он чувствует потребность окружить себя роскошью и великолепием. Так Ипполита возводит дворец недалеко от Парижа, рядом с Фонтенбло, любимым замком Франциска I. Это первая из его великолепных резиденций. Ипполита Десте просит Серлио запечатлеть рисунок своего дворца в Фонтенбло в его трактате об архитектуре. Это могло гарантировать ему получение всемирной известности за короткое время. Когда в 1547 году Франциск I умирает, при дворе Франции многое меняется. Но не для Ипполита, который тотчас сыскал милость нового короля Генриха II и его жены Екатерины Медичи. Король даже зовет Ипполита II Деста кардиналом-заступником Франции. Эта роль наложила отпечаток на всю его жизнь, хотя скоро его и станут называть кардиналом Феррары. После без малого десяти лет, проведенных во Франции, Ипполита возвращается в Рим, где его ждет много работы, во всех смыслах. Он вернулся в Италию в очень сложный период. Во время передачи полномочий после смерти Франциска I в Италии царила довольно своеобразная атмосфера. Но по возвращению у него на длительное время сохраняется репутация протектора дел Франции. И вплоть до последних лет жизни он сохранит тесную связь с французским двором. Рим, 1549 год. Дворец Монте-Джордана. Эсте не может жить, где попало. Никогда. Ипполита в этом убежден. И по возвращении в Рим он должен подыскать достойное жилье для себя и своего двора. Выбор пал на дворец семьи Арсини, одной из самых древних и благородных в городе Монте-Джордана. Как бывшая крепость стала резиденцией знати, это очень длинная история. Среди множества персонажей, обитавших там в конце 15 века, была и одна девочка, которой несправедливо присвоили сомнительную репутацию. Лукреция Борджия. За короткое время закончено убранство дворца Арсини в Монте-Джордана. И он сияет великолепием дорогих вещей, гобеленов и картин, привезенных Ипполита из Фландрии и Франции. Быть кардиналом в Риме в эпоху Возрождения непросто. Стиль жизни должен быть суверенным. Дворец Форнезе, Дворец Канцелярии, а позже Вилла Медичи, Дворец Мадама и множество других романских особняков принадлежали двору кардинала. На протяжении более 20 лет при Клементе VII эти города насчитывали тысячи и тысячи господ, пажей, слуг, поваров, ремесленников. Итальянские дворы той эпохи были более изысканными по сравнению с остальной Европой. И, конечно, двор Эстэ был одним из главных. В этот период появляются трактаты о дворах, написанные Бальдосаро Кастильоне или, например, Присчанезе, которые повествуют о кардиналах и придворных. Было установлено точное количество придворных, 107 человек. Среди людей, которыми окружает себя Ипполита в новом дворе, находится и всесторонне образованный неаполитанец Пиро Легорио, известный своей страстью к классике прошлого. Кроме того, что он художник, оформитель и архитектор, Легорио еще и антиквар. Занятия, имевшие в XVI веке, немного отличные от нынешнего понимания значения. Антиквар в XVI веке это ученый и специалист по античности. Роль, отведенная Легорио в Тиволи, исследователь раскопок виллы Адриана, величественной императорской виллы, построенной самим императором Адрианом, который являлся еще и великим архитектором и который, согласно легенде, объединил все красоты мира в одном месте. Но тайная цель кардинала заключалась в том, чтобы плоды этих раскопок, то есть большие статуи, все эти огромные скульптуры, разместить на своей вилле Десте. Благодаря кардиналу Ипполита Пиро Легорио проводит много времени не только на вилле Адриана, но и в долине Тибуртино, чье название произошло от древнего латинского названия Тиволи, Тибур. Область Тиволи имеет особую ценность у членов дома Эсте. С начала республиканской эпохи в Тиволи стоял большой храм, посвященный Гераклу-победителю. А именно Геракл и является легендарным основателем династии Эсте, что хорошо известно кардиналу Феррары. Сначала интерес Ипполита Ктиволи был случайным. Но вскоре же вилла становится сначала предметом его грез, а потом и реальным, сложным и амбициозным проектом, в котором наряду с кардиналом главными действующими лицами являются Пиро Легорио и судьба. В ноябре 1549 года, несколько месяцев спустя после возвращения Ипполита в Италию, умирает Павел III Форнезе. В конклаве, созванном для избрания нового папы, впервые принимает участие Ипполита, который руководит в Курии про-французской партией. Для того, чтобы его избрали папой, он не стесняется предлагать своим коллегам большие суммы. Симония, то есть купля-продажа должностей, безусловно, не является изобретением Ипполита, но он активно ее использует, пометуя о примере своего деда по материнской линии папы Борджия. Он много раз пытался занять пост папой. И эти попытки его и клана Эсте, а также его конфронтация с другими кардиналами во время заседания конклава, описаны в специальной литературе. Пять раз он пробует себя, но ни его право вета, ни поддержка Франции не могут ему помочь. Без сомнений, он, конечно же, использует все возможные уловки, как легальные, так и не совсем законные. Но, как свидетельствуют источники, обвинения его в Симонии во время конклава в 1555 году были столь весомыми, что в результате он был изгнан со двора папы. Кто приходит в конклав папой, выходит кардиналом. Старая поговорка, придуманная, конечно, еще до Ипполита, но сказанная словно про него. Он пытается быть избранным в шести конклавах, и каждый раз его попытки проваливаются. Иногда новоизбранные при его участии папы относятся к нему враждебно. В других же случаях, по тем же причинам, он имеет их расположение. Так, в феврале 1550-го кардинал Джованни Мария Чокки Дель Монте становится папой Юлием Третьим. И так как он был избран благодаря поддержке Эсте, то, возможно, не случайно Ипполита вскоре был назначен губернатором Тиволи. 9 сентября 1550 года кардинал Десте въезжает в Тиволи, где его торжественно встречают жители. Резиденция губернатора явно не подходит принцу дома Эсте. Это бывший монастырь с видом на склон горы, по иронии судьбы названной Ликующая долина. Панорама умопомрачительная, но все остальное оставляет желать лучшего. Возможно, кардинал уже знал, что ему делать, так как он сразу же приступает к покупке и изъятию ценностей, которые вскоре заставили многих жителей с сомнением взглянуть на нового губернатора. Ипполита Второй был настоящим сыном дома Эсте. Он всеми своими делами пытался продемонстрировать свое происхождение и облагородить все, что его окружало. А это, учитывая время, воспринималось людьми как высокомерие. Но Ипполита не мог постоянно присутствовать на вилле в Тиволи. Политическая ситуация была изменчива и постоянно накалялась. Ипполита долгое время не мог вернуться на виллу в Тиволи то по одной, то по другой причине. Он занят в Сиене как наместник короля Франции, а затем после смерти Юлия Третьего неудачно участвует в двух конклавах в 1555 году. Папа Марцелло II правил меньше месяца. И после его смерти претендентом на кресло папы стал суровый неаполитанец кардинал Карафа. Карафа критиковал Ипполита на конклавах за его недобросовестные методы борьбы. И как только он стал папой Павлом IV, тучи над Ипполита сгустились, и он вынужден был держаться подальше не только от папского двора, но и от Тиволи, потому что у него отозвали титул губернатора города. На него работали обычно от 50 до 60 разных специалистов. Но трудились они в основном над реконструкцией здания, над преображением старого францисканского монастыря. И в начале 60-х, когда он уже полностью утвердился на этой территории, начинается возведение настоящего сада. За всем, что происходит в Тиволи, Ипполита может следить лишь издалека, вплоть до лета 1559 года, когда Павел IV умирает. Новый конклав проходит, как и все остальные. Ипполита не меняет привычек, и результат остается все тем же. Но новый папа, Пий IV, благосклонен к нему и возвращает ему двор и пост губернатора Тиволи. Проект, начатый 10 лет назад, можно продолжать сомнительными методами. Деятельность Ипполита как губернатора Тиволи очень привлекательна, так как он сам является частью истории этого края. Известно, что народ Тибуртини неоднократно подавал на него жалобы по 12 причинам. Из основных претензий мы узнаем, каким способом он приобретал землю, необходимую для возведения сада. Он пытался купить или взять в аренду все, что мог. А что не мог, забирал путем захвата у своих придворных, которые жили на землях, подходящих для сада. Фактически, он приходил и рушил дома своих придворных, если его интересовали их земли. Он не был одинок в своих жестоких методах. До и после него этим занималось множество кардиналов. В конце концов, он создает сад неважно каким способом, и неважно, нравится это народу Тибуртини или нет. Во время правления Ипполита в Тиволи церковь переживает трудные времена. Во Франции идет гражданская война католиков с протестантами. В Средиземном море растет османская угроза. В Западной Европе зреет протестантская реформа. На Тридянском соборе церковь пытается объединиться. Ипполита занят в разных дипломатических миссиях, в том числе во Франции. Но он продолжает коллекционировать произведения искусства для своих резиденций. Теперь, помимо Монте-Джордана и Тиволи, у него есть еще и римский дворец в Монте-Кавалла. Это место еще называют Кверинальским холмом. Прекрасные виноградники, возведенные карафой в конце 15 века, являлись настоящим произведением искусства. Затем их арендовал Форнезе, а потом и Ипполита, который преобразовал их в сады и превосходную резиденцию, где сады играют более важную роль, чем сам дворец. И ведь он даже не владелец, а простой арендатор. В это же время работы Пиро Легорио в Тиволи продолжаются. В ходе исследований неаполитанский антиквар обнаружил, что помимо Геракла, в почете у местных жителей и другая мифологическая фигура. Тибуртинская Сивилла или Альбунея. Фигура, которая оставит глубокий след на Вилле-Десте. Но для воплощения задуманного им проекта нужно все тщательно подготовить. Насыпать землю, подвести воду, решить комплекс вопросов по инженерии, архитектуре и гидравлике. Когда после изгнания в 1560 году он снова вернулся в Тиволи, во дворец были подведены воды из ручья Ривелезе. Но уже в первые годы стало понятно, что воды недостаточно. И потому в 1564 году воду подведут прямиком из реки Аньена, сделав то, что делали в древности, прорыв подземный тоннель через исторический центр Тиволи. И теперь канал длиной чуть меньше 300 метров оснащает виллу водой. Была и еще одна причина, косвенно повлиявшая на быстрое развитие работ на вилле в Тиволи. В январе 1566 года папой становится Пий Пятый, человек жесткий и строгий, который в свое время мешал кардиналу в его тщетных попытках стать папой. Как и Павел IV, Пий Пятый враждебно настроен к Эсте. Но не отбирает у него Тиволи. И вот все шесть лет понтификата Пия V кардинал Феррары сконцентрирован на своих культурных страстях, то есть на проекте Тиволи. В Тиволи Ипполита естественным образом объединил на своем дворе интеллектуалов, писателей, художников и музыкантов. Один из его современников назвал его двор Академии, Тайное вечере, Мировой театр. Но была Академия или ее не было, Пир Алигорио всегда оставался главным героем. Весь комплекс Алигорий на вилле, являющийся ее душой, его заслуга. Полотна, статуи и фонтаны придают вилле законченность и единство формы. Этот образ, безусловно, оценил кардинал, но в то же время он немного контрастировал с тем историческим моментом. После Триденского собора тех лет католическая церковь меняется. Эти изменения стали ответом на критику из протестантской среды. Традиционно пышные и легкие папские дворы эпохи Возрождения с приходом Пия V ушли в прошлое. Но многие князья церкви не смогли или не захотели адаптироваться к новым веяниям. Среди них был и кардинал Ипполита II Десте. На вилле Тиволи, построенной кардиналом католической церкви, трудно найти символы, напоминающие христианские. Фрески и фонтаны относятся к классической культуре и мифологии. Салон фонтана расписан потрясающими фресками. Этот зал использовался для приемов, которые Ипполита любил устраивать с молодых лет. Организация приемов являлась настоящим искусством, и уж в этом-то кардинал преуспел. Приемы были действительно впечатляющим событием. В них выражалась мощь и величие хозяина. И неудивительно, что на приемах раскрывалось все могущество двора. В них принимали участие все – музыканты, артисты. Как правило, приему предшествовали представления, игры или турниры. А затем приглашенные гости рассаживались, и их развлекали музыканты. Придворные художники часто рисовали убранство стола, дорогую керамику, изделия из серебра и стекла. На столах сооружались небольшие одноразовые шедевры. Элегантно сложенные салфетки, скульптуры из сахара. Большое внимание уделялось яствам и деталям убранства стола. Среди них были эфемерные создания, прекрасные скульптурные изображения, сделанные из сахара. Сахар в то время символизировал особый статус и богатство хозяина. Он стоил слишком дорого для того, чтобы использовать его в пищу, и из него делали украшения и фигурки. Они изготавливались в зависимости от повода для торжества и всегда придавали особый шарм приема. Значение приемов было настолько огромным, что так называемый штат еды составлял 40% всех работников, включая и таких важных профессионалов, как нарежчики. Функция нарежчика являлась очень ценной, ведь ему доверялась порционная нарезка блюд. Нарежчик поднимал мясо над тарелкой, над большим блюдом, а затем, насадив его на вилку, делил его ножом на порции. Он проделывал эдакий трюк, привлекавший внимание гостей. Но были при дворе и другие профессионалы, которые не только выверяли расстановку столовых приборов и готовили салаты, но и знали, как придать салфеткам божественную форму. Как тогда называли? На Вилле Десте театрализованные представления резчиков проходили в салоне фонтана, который привлекал особое внимание собранием разных символов. Пиро Легорио в своей концепции декора мастерски удалось сплести воедино античные мотивы различного происхождения и различных традиций. Две кариотиды из мифа о гесперидах расположены по обе стороны окна, открывающего взору тибуртинский пейзаж. Это окно символизировало грань между измерением земным и божественным, сверхчеловеческим, которое доступно только сверхчеловеку, такому, как Геракл. На дверном косяке этого зала, как и на всех остальных, красуется герб кардинала, герб, девиз которого объединяет Ипполита II с мифическим основателем его династии – Гераклом. Геракл является этаким божеством, опекающим не только виллу, но и весь род Десте. И на вилле кардинала он является центровой фигурой, мифическим героем, победившим силы зла, а затем отправившимся на Олимп, где его окончательно примут боги. Это немного перекликается с мечтами кардинала о восхождении на папский Олимп и принятии его в понтификат. Гераклу посвящен один из самых главных залов виллы, комната, которая в первоначальном проекте должна была быть центральной и располагаться на одной линии с главной аллеей парка. Фреска в центре потолка демонстрирует Геракла, принятого богами на Олимп. По краям изображены 12 его подвигов. Фигура Геракла отождествляется с кардиналом Ипполита. Как мы видим на фреске, изображенной на сводах потолка в зале фонтана, Гераклу удалось обрести бессмертие и быть принятым на пир богов. В награду за свои достоинства, за свою силу и свою изобретательность он получил яблоки гесперит, символ добродетели. Знаменитый зал фонтана, он же зал Геракла, находится в нижней части здания. Из него открывается вид на сад. Он предназначен для приемов и встречи гостей. А на верхнем этаже находились комнаты, в которых жил кардинал Ипполита, и обстановка в них намного отличается от нижних. В 1572 году, после смерти Ипполита, была составлена опись, в которой подробно описана вся обстановка виллы и дворца. Изучать подобную инвентарную запись – очень интересное занятие, так как это позволяет узнать виллу именно такой, какой она была при кардинале. Интерьер виллы разительно отличался от того, что можно увидеть теперь. Там были прекрасные ковры, кожа, изысканная позолоченная лепнина. Все ценное имущество кардинала, а также коллекция картин, ревностно хранились на верхнем этаже. Его знаменитое собрание картин Тициана и Рафаэля сегодня разбросано по известнейшим музеям всего мира. Для тех, кто попадает во дворец со стороны города, кажется, что кардинал живет на первом этаже. Неброский вход совершенно не вяжется с роскошью комнат и сада. Парадокс только кажущийся, ведь если войти из нижней части парка, то взгляд сразу падает на фонтаны, скульптуры, деревья и на прекрасный дворец на заднем плане. Он поднимается к себе вверх по лестнице с таким чувством усталости и напряжения, которые дают запахи, шум воды, чувствуя присутствие мифологии, которое было повсюду, которым веет от фонтанов, а у каждого из них своя история. Безусловно, нам сегодня трудно понять все это. Во-первых, потому что мы не имеем сознания человека эпохи Возрождения, а во-вторых, потому что со временем часть этого скульптурного ансамбля была утрачена. Не случайно два первых изображения виллы Десте представлены в панораме снизу вверх. Это большая фреска в зале фонтана и печатная репродукция, выполненная по заказу самого кардинала французским гравером Этьеном Дюпераком. Сразу же возникает понимание общей концепции виллы, организованной на основе прямых линий, взятых с известной модели античного каструма, то есть римского военного лагеря. И даже создание одинаковых пяти параллельных линий аллей в продольном направлении соответствует пяти дорогам древнего каструма. А дворец над садом расположен в том же месте, где находится приториум, место предводителя легиона, командующего армией. Пиро Легорио не желал никаких случайностей. Он задумал виллу Десте как синтез природы и искусства, мифологии и местных традиций, во всей красе и роскоши эпохи Возрождения. Вилла Адриана преображается по воле кардинала и архитектора антиквара и превращается в виллу Десте. И, конечно, новая вилла должна превосходить классическую модель, благодаря уловкам и хитрым трюкам, способным удивлять, восхищать, очаровывать. Ипполита отдавал себе отчет, что с течением времени французская современность вступает в конкуренцию с древностью и пытается ее преодолеть. Гостей, приезжавших на виллу, поразило развернутое перед ними представление. Зрелище услаждало не только глаза, но и уши. Дело в том, что фонтаны имели звуковое сопровождение, и этот альянс подчеркивал театральный эффект. Зрение и слух связывала вода. Она несет главную нагрузку, является символом могущества и богатства. Вода вдохновила и на создание библейского персонажа Моисея, достаточно нетипичного для виллы. Он изображен в зале Моисея, раздвигающий посохом камни и освобождающий поток воды, чтобы евреи, бежавшие из Египта, смогли утолить жажду. Этакий намек на Ипполита, который хоть сам никого и не напоил, но заставил воду удивительным образом фонтанировать сквозь время. Доступность воды при строительстве дворянских усадеб и кардинальских дворов была главным условием для создания садов и парков. В частности, наличие большого количества воды позволяло возводить фонтаны, водные каскады и водопады, что, безусловно, было зрелищем, эффектным и впечатляющим. Не случайно на всех виллах, которые нам известны, наличие системы водоснабжения, каналов, фонтанов и водопадов стало возможным только благодаря кардиналам и знати, имеющим большие финансовые возможности для создания акведуков, позволяющим подвести источники воды к виллам. Вода, дающая жизнь фонтанам виллы Десте, в буквальном смысле вылетает с левой стороны парка из овального фонтана. Не случайно он, наряду с остальными, является не только самым важным, но и самым первым из построенных. Этот фонтан самый важный и представительный на вилле. потому что он символически связан с тибуртинскими землями и древними религиозными культами. Фонтан в Тиволи символизирует тибуртинские земли, где вода правит всем. Овальный фонтан – это водопад, забивший в историческом центре Тиволи. Тиволи. Надо всем этим торжественно возвышается статуя Сивиллы Альбуней, держащей за руку сына Меликерта в сопровождении двух статуй, символизирующих реки Тибр и Аниена, Эркуланоо и Анио. Из-за этой величественной тибуртинской языческой статуи овальный фонтан называют еще фонтаном Тиволи. По бокам у Сивиллы мы видим олицетворение двух рек Аниены и Тибра, омывающих территорию Тибуртина, которую защищает эта Сивилла. С прибытием Эсте в Тиволи божественный дух витал тут везде, особенно сильно он чувствовался во дворце. В самом деле два зала, предшествующие залу фонтана, не случайно зовутся Тибуртинскими. Они посвящены Тибуртинской Сивилле или Альбунее. Основной цикл фресок повествует о мифических метаморфозах Сивиллы, скрывающейся в местных лесах и предсказывавшей судьбу. Согласно проекту Пиро-Легорио, овальный фонтан находится на одной из главных осей сада. Эта ось представлена цепью фонтанов, великолепных, из художественной и символической точки зрения. От овального фонтана начинается дорога ста фонтанов, которая заканчивается, возможно, самым оригинальным изобретением из всех творений Легорио, фонтаном Рометта. Рометта означает маленький Рим. И на самом деле, в солнечный день можно издалека увидеть дорогу, соединяющую Тиволи с Римом. Она проходит прямо за фонтаном Рометта. Идея создания одного из самых прекрасных творений виллы Деста, дороги ста фонтанов, не только соединить два главных фонтана, но и связать воедино два города с их мифами, их богами и реками. Эта связь между Тиволи и Римом осуществляется через овальный фонтан, чьи воды бегут через три канала ста фонтанов, а затем теряются в римском фонтане, что символизирует реку Тибр. Фонтан Рометты сегодня сильно отличается от прежнего, того, который задумал Пиро Легорио и построенного в период с 1567 по 1570 годы. К сожалению, в середине 19 века многие скульптурные памятники Рима были практически разрушены, в том числе и основание фонтана, на котором стоит статуя Рима Победоносного, которая находится по одной оси стебуртинской севиллой овального фонтана. Ипполито Десте мечтал иметь в своем саду маленький Рим Рометту, разработанная и изготовленная под руководством одного из ведущих знатоков классической археологии Пиро Легорио. Скульптурная композиция фонтана олицетворяла величие Рима. К сожалению, архитектурные сооружения ансамбля маленького Рима не сохранились. Рассказывают, что фонтан этот тесно связан с политическими событиями в жизни Ипполито Десте. Из-за раздоров с Пием Пятым ему было запрещено строительство пышного дворца в Риме, и кардинал взял реванш в Тиволи, устроив себе подобие Рима на собственной вилле. И это не только дворцы и скульптуры, но и Тибр с его островком, расположенным в самом центре города. Островок Тибра оформлен в виде античной каменной лодки, такой огромной лодки. Она смотрит на море то ли кормой, то ли носом. фонтан Органа шедевр механической инженерии и гидравлики. Также он назывался фонтаном потока или фонтаном природы, чтобы подчеркнуть утраченные со временем качества. Поток, издавая сильный шум, должен был произвести впечатление на зрителя. А природой он назван из-за статуи, которая изначально размещалась в центральной нише. По начальной задумке Пиро-Легорио фонтан Органа задумывался как монумент, олицетворяющий музыку и природу. В его проекте был рисунок искусственного грота в центре природы. Природа изображалась статуей богини Эфессии, которую называли «Стогрудая богиня» и которая символизировала все силы природы, стекающие в это удивительное место. Через несколько лет после смерти Ипполита его потомок, кардинал Александра Десте, предпочел переместить статуи Эфессии, опасаясь быть заподозренным в симпатии к язычеству и повелел возвести новый храм, хранящий орган, который недавно был отреставрирован. Способность этого фонтана издавать звуки всегда поражала. И Григорий XIII даже засомневался, не спрятан ли поблизости музыкант, играющий на инструменте. Короткие спектакли длились всего несколько минут. Музыка замолкала в цилиндрах, но и это раздражало жителей. Они называли кардинала загрязнитель тишины. Гидравлический орган нарушал покои жителей, причиняя им почти физическое неудобство. Фонтан органа располагается на символической оси, на другом конце которой должен был быть размещен другой фонтан, фонтан океана, но он не был построен. Но даже и без него перспектива, созданная пиро-лигорио очаровательна. Бегущая вода ведет свой рассказ. Достаточно подумать о фонтане потока. Он связан рыбными прудами с фонтаном моря. Там дикая природная вода вытекает из потока, что является естественным событием, а затем попадает в цепь рыбных прудов, где она, уже прирученная, является теперь средой обитания и питания для рыб, а затем вновь убегает, чтобы добраться до моря, и там испаряется, превращаясь в воздух, чтобы заново начать свой жизненный цикл. Даже несмотря на то, что фонтан океана не был реализован, амбициозный проект Пиро-лигорио для кардинала Ипполита II пользуется большим успехом. Это невозможно не понять, учитывая, что виллу ежегодно посещают 500 тысяч туристов, большинство из которых ученые. Со времен Лигорио и кардинала многое изменилось. Все, конечно, зависит от воображения смотрящего, но вилла не в состоянии раскрыться в полной мере сама по себе, без многих статуй и растений, которые описаны в источниках. После смерти в 1572 кардинала Ипполита, а также после смерти в 1586 его преемника Луиджи, герцог Феррары был вынужден продать с аукциона большую часть ценностей, статуи, картин из коллекции Ипполита II. Это неожиданно приводит к разрушению связей, ведь многие вещи, будь то статуи или картины, тяготели вокруг единой программы, такой сильной и последовательной. Остальная часть энциклопедии Пиро Легорио никогда не будет опубликована. Она практически изъята из обращения, и с потерей наследия Легорио мы понимаем, что потеряли этот мир, исчезнувший вместе со смертью Ипполита Деста. Вилла Деста восстанавливалась несколько раз. Пострадавшие во время жуткой американской бомбардировки в мае 1944-го парк и дворец претерпевают различные изменения. За коротким периодом расцвета следует длительный упадок, вызванный дороговизной непрерывных восстановительных работ. Все это видоизменяет значение первоначального проекта Ипполита II. Деста, превращая его, как ни парадоксально, в миф. Тиволи становятся не только садом мифов, но и мифом о саде. Мифом. Начиная с 80-х, название Тиволи носят парки аттракционов в Северной Европе и в других частях света. Сегодня на площади 35 тысяч квадратных метров размещается 51 фонтан, сотни источников, каскады, водопады, нимфеумы, гроты, бассейны, более 150 деревьев, тысячи растений, 9 километров дорог и пандусов. Вилла Деста представляет собой образец прекрасного итальянского сада. И этого вполне достаточно, чтобы включить все это великолепие в число памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. История Виллы Деста и нашего кардинала это история, которая началась с поражения, а потом превратилась в историю победы и триумфа. Не только над папским Римом, но и над всеми садами западного мира. Тиволи, Вилла Деста. Зал Геракла Сентябрь 1572 Григорий XIII покинул Виллу Деста. Как и ожидалось, Ипполита был на высоте. Прием был необыкновенный. В этот раз он превзошел сам себя по роскоши и изысканности. Самый роскошный и великолепный из всех, устроенный в честь высокого гостя, он также являлся и последним. Все комплименты достаются кардиналу. Ведь Пиро Легорио находится далеко от Тиволи, при дворе Альфонса II Деста в Феррари. Он нажил себе слишком много врагов в Риме. Пиро Пиро уже в него не вернется. Он умер в нищете в Феррари в 1583 году, через 10 лет после смерти Ипполита II. Через несколько дней после отъезда Григория XIII Ипполита тоже покидает Виллу и отправляется в Рим. Менее чем через два месяца, 1 декабря 1572 года, кардинал, всю жизнь пытавшийся стать папой, скончался во дворце Монте-Джордана в возрасте 63 лет. Со временем воспоминания о репутации его матери стерлись из-за его роскошных приемов, невероятных амбиций, деяний, дипломатических талантов, прекрасных дворцов, восхитительных коллекций скульптур и картин. Надеюсь, что его запомнят хотя бы по самой прекрасной вилле Европы, Ипполита хотел быть похороненным там, в Тиволе, в церкви Санта-Мария-Маджоре, рядом со входом в свой дворец. И он лежит там уже почти пять столетий, гордо взирая на свое творение, лучшее, что ему удалось в жизни. Фильм Александра Джиганте и Фабио Андриолы Фильм переведен и озвучен компанией Игмар Фильм 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 Продолжение следует...